Продолжение следует... У меня для тебя и железная наводка. Кады номер в третьем. Быстрее молнии. Зуб даю, всех пыли оставить. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. Сто процентная гарантия. Не ошибешься. Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, наше знакомство прошло не лучшим образом. Следует забыть об этом, начать заново. Что скажете? Знаешь, у меня пластиковый болван вместо напарника, и я терплю. А если ты думаешь, что мы друзья, ты и правда редкий болван. Пожалуйста. А, спасибо, умираю с голодом. Только робота убери. Без шансов. Он везде за мной ходит. Легал. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Часто тут обедаете? Почти всегда. У Гарри лучшие бургеры в городе. Рассказать вам, что известно о Девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация. Что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще. Можно? Эти эмоции не настоящие. Но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницы. Девочку я спас. То есть, ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости – одна из моих функций. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи. Если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Верно. Есть тут кто? Откройте! Это полиция! Держись за мной. Есть. Это что за хрень? Ах, господи, ну и вонища. Похоже, зря притащились. Он ушел. О, боже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Круто! Хоть не зря приперлись! РТ! Видимо, инициалы! У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает! Ты знаешь, что это? РА-9 Написано 2471 раз То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной Что значат для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты Ай, ненавижу я этих тварей! В раковине лежит диод Ну, конечно, это был андроид Человек не стал бы терпеть голуби Бумажные книги Думал я последний к... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...